Ксения Рапопорт, Данила Козловский и Елизавета Боярская ведущих актеров малого драматического на сцене объединило бессмертное произведение Антона Павловича Чехова «Вишневый сад», но уже в новом прочтении художественного руководителя театра Льва Додина показали журналистам. Своим впечатлением поделилась Татьяна Баженова. Какой изумительный сад! Белый масло цветовый, голубое небо! Инсценировать судьбу героев «Вишневого сада» Лев Додин решил во второй раз. 20 лет назад в МДТ именно с этого спектакля начали долгую и плодотворную работу над Чеховым. Но постановка 94-го жила недолго. Теперь все по-другому. Сменились артисты, пространство, а главное настроение режиссера. Ведь даже строгую классику нужно время от времени пересматривать. То, что просил Лев Абрамович, то, как он разбирал его идеи, его видения Лопахина и вообще в целом этой истории, оно, конечно, как мне кажется, уникальное. И я такого не встречал. Ну, наверное, так всегда все говорят. Вы знаете, наши идеи самые невероятные, и ничего подобного нет. Но мы посмотрим. Вишневый сад Додина претендует на звание рекордсмена самых смелых режиссерских решений. Большую часть времени актеры проводят в непосредственной близости от зрителя, то есть в зале. Это пространство в этом спектакле востребовано гораздо больше, чем сцена. Выход в народ в МДТ, конечно, практикуют. Но если в других спектаклях это происходит эпизодически, то в Вишневом саде на все три часа зритель станет гостем дома Раневской. Мне кажется, что когда мы разговариваем вот так, не играем в каких-то там сделанных столярами стенах, а вот разговариваем, вроде как мы с вами разговариваем, то мы начинаем, и артисты начинают другое слышать, связки начинают по-другому вибрировать, и уши у зрителей начинают по-другому слышать. А очень хочется, чтобы мы слушали, потому что, мне кажется, это вообще одна из главных проблем сегодняшнего дня. Режиссер рассказывает, что спустя годы постановки вновь созрела и труппа. Вывести на сцену Лев Додин решил уже ставшее звездным трио. Ксению Рупопорт, Данилу Козловского и Елизавету Боярскую. Сами артисты процесс рождения постановки называют даже немного экстремальным. Поначалу нужно было привыкнуть к тому, что и зритель будет партнером на площадке. Важно, чтобы зритель почувствовал себя внутри этой жизни, то есть внутри нашей размеренной жизни в этом вишневом саде. И поэтому, когда мы понимаем, что зритель – это часть нашей же компании, оказалось, что это совсем не смущает. Если бы зритель был отдельным инородным телом, а мы отдельно существовали, но так как мы все вместе, и зритель – участник этой истории, поэтому никаких противоречий не было. Работать над классическим текстом пришлось больше года. Пьесу сокращали и даже немного упрощали. Правда, не в ущерб Чехову, а лишь для лучшего понимания. А вот изменять сюжетные линии даже не пытались. В МДТ уверены, история Раневской и других обитателей сада описана блестяще. Так что струна в финале все же лопнет. Татьяна Баженова, Альгерт Исмекульский, Светлана Суботина. Новости. Санкт-Петербург.